Для Всевышнего нет невозможного. Нет невозможного для Всевышнего. И даже то, что кажется нереальным, для Всевышнего реальным. Все значит, с Божьей помощью, чтобы и все остальные заложники вернулись домой, и войны все закончились. То есть мы молимся, хотим жить в мире. Мы, люди мирные, хотим жить в мире, чтобы всем было хорошо, чтобы все были добрые, веселые, счастливые, радовали жизни, благодарили Всевышнего и занимались позитивной производительной работой. Хорошо. Значит, сегодня у нас «Врата гнева» называется. 12-е уже. 12-е врата, 12-е качество, которое мы будем сегодня разбирать в этом цикле уроков. И, значит, гнев, гнев, каас, наяврите, каас. Весьма дурное качество. Значит, гнев – это болезнь души, говорит автор этой книги. Как чесотка болезнь тела. То есть раньше была чесотка очень распространенная такая болезнь, потому что люди мылись редко. Зима, например, нет воды горячей. Как ты помоешься, да, где-нибудь? Как? Баня раз в неделю. А баня, как ты баню поможешь, продезинфицируешь? В бане-то тоже не было водопровода. То есть люди раньше, конкретно, чесотка – это была блохи, чесотка. Это было постоянно такое раздражающее. Даже, знаете, были вот эти вот во дворцах во Франции. У них же тоже не было канализации, все. И женщины ходили с такими, у них были прически эти большие. И палочки у них в руках были. Они все время чесались, потому что у них блохи были. И вот, значит, гнев – это внутреннее состояние, это внутренняя эмоция, которая такая же отвратительная, как и чесотка для тела. То есть, ну, мы знаем, что есть разные стадии гнева. Есть гнев, микрогнев такой, да, это скука, это микрогнев, да. Есть раздражение, это уже чуть больше гнева. Есть гнев, когда, когда, наверите, кстати, есть еще одна стадия, называется хама. Хама – это когда гнев, но он внутри, он не выражается внешне, но внутри человек просто пылает. Это хама называется. И аф – это выраженный гнев, когда человек кричит. И есть, наверное, еще какие-то более стадии. Ну, я не знаю их названия. Ну, то есть, есть ярость, которая прям вообще… Теперь написано, что гнев – очень дурное качество. Сказали наши мудрецы, что все виды генома, ада, все виды ада действуют на того человека, который гневается. Да, представляете? Властвуют на тем, кто гневается. То есть, все силы ада. И говорил нам мудрейший из людей царь Соломон, «Удали гневы сердца своего и отведешь зло от плоти своей». То есть, в первую очередь, гнев – те люди, которые продолжают гневаться. Обида – это скрытый гнев тоже, да. Это такой скрытый микрогнев. Хама за аф – хама за ам. За ам – это, которая вообще уже ярость такая, да, выраженная. Первым делом, человек, который гневается, должен знать, что гнев разрушает тело и здоровье. Это вот здесь написано тысячу лет назад. В экклезиасте это написано три тысячи лет назад. А сегодня ученые, прогрессивные, это доказали. Доказали, что те гормоны, которые выделяются у человека во время гнева, они просто рушат его иммунную систему, его здоровье, выжигают всю его силу. Поэтому, особенно скрытый гнев, вот это вот то, что человек внутри себя, да, обида и так далее, оно является причиной онкологии, всех болезней. Поэтому, конечно же, от гнева надо избавиться. Теперь надо понять, что гнев, то, что говорят психологи, гнев – это естественная реакция. Да, гнев – это естественная реакция. Всевышний заложил эту естественную реакцию на… Знаете как? Вот у меня в машине есть кнопка «турборежим». Есть кнопка «турборежим», но я не езжу на ней на турборежиме. Почему я не езжу на турборежиме? А зачем мне ездить на турборежиме? Оно дергает, можно попасть в аварию, выжигается много… У меня сейчас электрическая машина, много… Она сгорает много электричества. Если это на бензиновой, она все время работает на высоких оборотах. То же самое. Гнев, он был нужен во время войны, например, да. Там в ярости у человека поднимается сила. Во время боя там, например, в ярости у человека поднимается сила. Во время… О, сейчас мы разберемся. Вот Давид задал хороший очень вопрос. Сейчас мы разберемся. То есть гнев, он нужен был как кнопка турборежима в автомобиле. Но для чего? Всевышний сделал мир для добра. Поэтому в человека он заложил вот этот гнев для спасения жизни. То есть единственное место, в котором гнев, он, как сказать, доступен… Ну, мы, наверное, мы еще не дочитали до этого. Тоже мы сегодня пройдем половину, а вторую половину завтра. Она такая достаточно длинная глава. Может быть, даже на три раза нам придется. Пока мы идем по порядку. Значит, первое. Гнев доказано прямо в экклизиасте, что гнев разрушает тело. Так, все. Значит, теперь написано так, что в притчах 16 глава 4 отрывок сказано так, что все сотворил Всевышний для свидетельства о нем, а злодея на день зла. Да? То есть злодея на день зла. Теперь давайте разберемся по-простому. Давайте я дочитаю еще, тут очень красивая штучка. Кроме того, написано здесь, что деморой властвует над гневливым. То есть у тех, кто гневается, у них будет деморой. Все, тысяча лет назад это Тора. Значит, в книге Дворим написано, что в проклятиях, которые есть в Торе, Всевышний даст… Одно из проклятий, что даст сердце гневливое, конец глазам и горечь души. И, значит, вот деморой – это одна из тех вещей, которые будут следствием вот этого гневливого сердца. Теперь, значит, как это работает? Как это работает? По-простому. Что вызывает гнев? Гнев у человека вызывает нарушение его… Грубое нарушение, скажем так. Нарушение… Грубое нарушение его ожиданий. Это вызывает у человека гнев. Значит, вот если у человека есть ожидание, например, что… Ну, что все будут его, там, я не знаю, слушаться, да? А его не слушается. И у человека возникает гнев. Гнев – это такая реакция бурная на то, что его правила нарушаются. Теперь, как Всевышний гневается? Как Всевышний гневается? Всевышний гневается… Значит, Всевышний гневается, когда нарушаются его правила. Да? Так, когда нарушаются правила Всевышнего? Он гневается, потому что его правила – это объективная реальность. И он установил, есть специальное время в течение дня, когда Всевышний гневается. И в это время гнев, когда Всевышнего идет… Вот Белям был такой злодей, он знал это время, и он ждал, чтобы проклясть в это время. Но в те дни, когда он ждал, Всевышний отключил этот гнев. То есть, еще раз, ревность – это тоже нарушение правил. То есть, гнев… Вот есть у человека, есть его ожидания, его правила жизни, его принципы, его убеждения, как оно должно быть. Теперь, при нарушении этих правил у человека возникают негативные эмоции. Простая негативная эмоция – это скука, самая такая, нижняя, нижний уровень, да? То есть, сидит человек и думает, ну, что у меня за жизнь? Скучно. То есть, ему хотелось бы, чтобы было как-то по-другому, но оно не по-другому. И чувство, которое он испытывает по отношению к тому, что он говорит, ну, как-то все серо. А как ты хочешь, чтобы было? Хочу, чтобы было ярко. Ну, оно… Теперь ты оцениваешь, что оно серо. Человек же сам оценивает, это же его правила. И что ты испытываешь по отношению к своей оценке? Скучно. Теперь, дальше он открывает какие-то там, я не знаю, кто-то заходит, или он заходит в комнату, там все не так лежит, как он хотел. А он хотел, чтобы оно лежало так, а оно лежит не так. Значит, что испытывает человек? Раздражение. Раздражение. Потом, значит, там его жена вот про ревность. Его жена, он ждет, что она будет только на него смотреть, его слушать. А она, значит, включила Comedy Club, слушает какого-то там другого человека. И он говорит, как? Я ожидал, что ты будешь слушать меня, а ты слушаешь какого-то другого человека? Ревность. А если она еще к этому человеку потом поехала навстречу, еще больше ревность. Понятно, да? А вот. Теперь, значит, гневливость – это высшая форма проявления неудовольствия ситуации. Теперь, ну, если посмотреть логично, кто делает всю ситуацию? Много замысла в сердце человека. Замысел человека – это его работа. А замысел Всевышнего, он исполнится. То есть, то, что исполняется вокруг – это замысел Всевышнего. Оно не может быть без воли Всевышнего. Значит, если человек гневается на ситуацию, значит, он недоволен Всевышнего. Он как бы этим гневом, он говорит, я, говорит, недоволен. Если бы я был Богом, я бы по-другому миром рулил. И этим самым есть выражение такое, да, что тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. Только каким идолом он служит? Он служит своему эго. То есть, он считает, что должно быть по-другому. Но, значит, он идет как бы против Бога. Дальше пишет он здесь, автор этой книги, что, значит, в псалмах написано. Злодей в своем гневе не раздумывает. Он не считается с волей Всевышнего во всех своих замыслах. Значит, гнев, он, от гнева человек забывает то, что выучил, и это добавляет ему глупости. Как говорится в Каэлике, в Экклезиасте, 7 глава, 9 отрывок, гнев пребывает внутри глупца. И глупец прибавляет в глупости, написано в Мишле. В общем, у гневливого много преступлений, написано в Талмуде. И обладающий гневом понесет наказание. Написано в Мишле, легко запомнить, 19 отрывок, 19 глава. Значит, дальше он пишет. Ну, действительно, все вот эти вот высказывания из Торы, можно пронаблюдать их и в жизни, на опыте. Потому что гнев лишает человека разума настолько, что он говорит много злых слов, затевает раздоры, унижает ближнего, чтобы показать свое превосходство. И поэтому гневливый он не может уберечься от многих грехов. Значит, написано в Талмуде, что человек познается в гневе. Если гнев пересиливает его разум, и он совершает поступки, не проверяя их разумом, значит, на него нельзя положиться. Если же разум пересилит гнев, и человек не скажет и не сделает в гневе ничего более того, что сказал бы и сделал без гнева, в этом познается его мудрость. И сказали в трактате Псохим, есть такое выражение, троих любит Всевышний, и один из них тот, кто не гневается. Значит, давайте разберемся с точки зрения психологии, как работает гнев. У человека есть то, что называется в психологии рептильный мозг, мозг млекопитающих, лимбическая система и неокортекс, то, что называется человеческий мозг. Тура разделяет их чуть-чуть по-другому. Тура разделяет их как злое начало, или его называют животное начало, нефешбеемид, как бы душа животного. И, значит, доброе начало, или божественная душа, цех или интеллект, как бы вот эти две половины есть у человека. Теперь, когда у человека перехватывает управление, управление перехватывает животная душа, или рептильный мозг, мозг млекопитающего, то человек уходит на уровень, когда он не может рационально рассуждать, он не может выстраивать причинно-следственные связи, он не видит перспективу, он не видит последствия, он не видит, у него отключено творческое мышление, он проваливается в животное существование, в котором он погружен в условные и безусловные рефлексы. То есть он действует по старым схемам, которые возникли у него когда-то. То есть он не находится вообще в реальности. Человек, который, например, у него посттравматический синдром, или включается фобия, или он в страхе, или он в гневе, или он в любых вот этих вот эмоциях негативных животных, он не находится в реальности, он не здесь. Он не, тем более он не в будущем. У него просто работают его заложенные когда-то инстинкты. Теперь, какие инстинкты работают у человека в гневе? Бей, беди, замри. Значит, драться, причем неважно, кто перед ним, его ребенок, или перед ним его там, не дай бог, родители, бабушки, дедушки, или враг настоящий. То есть у человека включается реакция драться. Хотя, может быть, если бы он был здесь и сейчас, и он бы включил бы свой рациональный мозг, он бы понял, что это его ребенок, это его там бабушка, или там жена, или муж. И с ним не надо драться, с ним нужно спокойно выяснить, понять, что имеется в виду, почему. И даже если человек же имеет право не делать то, что я хочу, чтобы он делал. Он же человек, кто сказал, что все должны в этом мире делать то, что я хочу. Они делают то, что они хотят, я делаю то, что я хочу. Значит, Всевышний, он каким-то образом что-то делает. Причем неизвестно, иногда кажется, что мне это плохо, а оказывается хорошо. Иногда кажется, что хорошо, а может оказаться плохо. Поэтому человек, который в состоянии размышлять, он находится в состоянии неокортекс, да, у него работает вот кора головного мозга, и он в состоянии, он человек. А когда он гневается, то он животное. Вот это вот разница, граница между гневом и негневом. Теперь дальше он пишет. Гнев, сказали мудрецы в притчах, притчи царя Сламона Мишлей, гнев производит ссору. 30 глава, 33 отрывок. И, значит, гневливый не нравится людям, он ненавистен им. Поэтому его деяния люди не принимают. Представляете? Даже если у него есть там тора и добрые дела, но люди не хотят с ним общаться. Потому что тот, у кого внутри гнев, он распространяет вот этот вот вайб опасности. И с ним опасно рядом находиться. То есть поэтому многие семьи рассыпаются. Потому что человек, который раздраженный и гневливый, я когда-то это на себе прошел, я был все время раздраженный. У меня было раздражение, очень внутри было раздражение. И мой учитель, Зехрана Садик Леврахара Вицках Зильбер, он прямо говорил неоднократно на уроках, что он говорит, я в натуре своей, по природе своей, я был очень гневливый человек. Он лев по гороскопу такой. Он говорит, я очень всю жизнь над собой боролся, для того, чтобы полностью убрать вот эту вот гневливость, раздражение. И он был самый счастливый человек, которого я видел. То есть он излучал только вот чистое счастье. И он принимал абсолютно все, что с ним происходило, с любовью, с радостью. Принимал волю Всевышнего. Я скажу, что как раз вот этот вот ключик, который позволяет избавиться от гнева, это благодарность. Благодарность, которая дает принятие, которая формирует вот этот взгляд, что в любой ситуации видеть хорошее. А дальше, что является идеалом принятия и идеалом вообще развития. Раби Атива, который в любой ситуации он видел хорошее и смеялся. То есть это тоже для хорошего. Есть такой пример в Торе, что до такого, говорят, а где же граница? Где граница вот этого вот принятия реальности? Раби Атива, его схватили римляне за то, что он обучал Торе. И они его приговорили к смертной казни. Но римляне же, они были такие животные. И они очень жестоко убивали. Это было их... Ну, такое было свойство у римлян. Они там колизей построили, там устраивали бои гладиаторов. Такие были, ну, по современным языкам, маньяти. Убийцы, маньяти, преступники, вообще страшные. И вот, значит, эти римляне, они Раби Ативу присудили разрывать его такими металлическими клочьями. Пожилого Равина клочьями они, значит, публичную казнили. И ученики его спросили, это Тора, это награда за Тору? Они прям удивлялись, да, что как же Всевышний это допускает? А Раби Атива им говорит, вы знаете, я всю жизнь об этом мечтал. Я, говорит, два раза в день мы же говорим в Шма-Исраэль, будь готов за Бога отдать свою душу. Но Бог, наоборот, сказал, что сохраняйте очень ваши души. То есть он дал задание, заповедь, не умирать ради Всевышнего, а наоборот, жить ради Всевышнего, сохранять свои души, следить за своим здоровьем, любить свое тело, и это как храм души. И он говорит, ну я же хотел проверить себя, а готов ли я реально возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, всеми, всей душой и всеми силами, всеми мерами, всем, вот это Меодеха переводят как имуществом твоим или всеми мерами твоими. Что значит всеми мерами твоими? Когда тебе кажется, что Бог делает плохо, а ты говоришь, нет, я тебя по-любому люблю, это хорошо, то, что ты делаешь. Это называется всеми мерами. Так, Раби Адива говорит, я всю жизнь мечтал, что мне вот представится такая возможность умереть, освящая имя Всевышнего. То есть вот в этом выборе, что для меня важнее, моя жизнь или, значит, или не жизнь, или отдать жизнь за Всевышнего, я надеялся, что я смогу выбрать Всевышнего. И вот теперь, говорит, меня сейчас, значит, убивают, и я, значит, вообще не боюсь умереть. Это и есть награда Всевышнего. Он мне дал возможность в конце сделать вот этот джекпот. Потому что каждый раз, когда мы выбираем Всевышнего относительно каких-то удовольствий, ну, таких вот животных, относительно каких-то преодоления лени, преодоления трудностей, мы тоже совершаем, это называется, мессерут нефеш. Мы как бы отдаем свою животную душу ради божественной души. То есть любое движение, особенно чем ты сильнее преодолеваешь свои, вот тот же гнев. Человек, который преодолевает свой гнев, он побеждает свою животную натуру. И это и называется, мессерут нефеш, как бы самопожертвование. Он жертвует своей животной сущностью ради Всевышнего. И вот Раби Акива так сказал. Теперь, значит, получается так, что гневливый человек, он болеет, раз, он не нравится людям, два, он тупит жестко, и он делает эти вещи, он не видит вообще ничего вокруг, это три. Теперь дальше, гневливый не снисходителен, он злопамятен, мстителен и обиду не прощает. То есть, как следствие гнева, если я сейчас гневаюсь, то этот гнев, он потом, значит, как пятно находится на эмоциональной, на духовной сфере человека, на его гормональной сфере. Я помню, когда это Тони Робинс, он никак не читал эту книгу наверняка, но он говорил так, что человеку невыгодно гневаться, он говорил, потому что пятиминутный гнев, потом из тела выходит яд, вот эти вот яд, которые, гормоны, которые образуются при гневе, выходит 2-4 часа. Он говорит, это как выпить ложку яда, так объяснял Тони Робинс, с точки зрения медицины, как работает гнев. Он говорит, невыгодно гневиться. Значит, гневливый, не снисходителен, он злопамятен, мстителен, обиду не прощает. Гнев ведет человека к ссоре, если он сердится на ближних, они ссорятся с ним, и он с ними. А если есть ссора, появляются зависть и ненависть. А ты уже знаешь о зле ссоры, как объясняется в главе. Гнев лишает человека всех благ. Сердитый человек, он бессердечен, не способен жалеть бедных. Гнев мешает человеку сосредоточиться во время молитвы. И Всевышний не осеняет своим присутствием того, кто гневается. Вот такие вот мы сегодня... А, еще давайте тут еще чуть... Значит, гневливый не станет великим мудрецом, потому что гнев изгоняет мудрость из сердца. Тоже ученые, позитивная психология, экспериментальная психология, которая изучает позитивные эмоции, они пытались понять. Негативные эмоции спасают жизнь. Это чисто животный уровень выживания. То есть, человек в гневе, в страхе, он убегает, он спасается, он... А зачем позитивные эмоции? И они открыли, что все открытия, все вот эти вот творческие какие-то озарения приходят человеку только в состояние позитивных эмоций. Поэтому правильно, гнев, он лишает человека мудрости. Человек не видит в гневе даже простых решений, он забывает все. У него включается только зацикленность, называют это туннельное мышление. Бей, беди, забри. Значит, мудрецом гневливый не станет, слушать он никого не будет, потому что люди будут бояться ему делать какие-то советы, замечания, он сразу искрит, он же себя считает самым умным. Он останется глупым и одиноким. И, значит, гневливый не принимает назидание увещевания от ближних. Ему даже запрещено гневливому увещевать, потому что если он увещевает кого-то, например, своих детей или подростков, то получится, что в гневе он сделает столько ошибок, что грех на нем будет, а не на них. Даже если он абсолютно прав по сути, но из-за вот этой формы гневливости, то он, наоборот, делает грех. И почему он объясняет? Такова уж человеческая натура. Если, вот, психология официально возникла 120 лет назад. Там Уильям Джеймс считается отцом психологии. Он жил в Америке 120 лет назад. А, значит, там Фройд, Зиммунд Фрейд, он жил вообще меньше 100 лет назад, он умер, да? Теперь, а эта книга написана тысячу лет назад. И он говорит так, такова уж человеческая натура. Если кто-либо с силой нападает на другого, то этот другой упрямец стоит на своем и не покоряется никому. И об этом сказал царь Соломон 3000 лет назад в Экклезиатстве. Слова мудрецов произносятся тихо. Слова мудрецов произносятся тихо. И ты уже знаешь историю Гелелия и Шамая. Это было два великих мудреца, которым пришли трое, которые хотели принять иудаизм. И они пришли к Шамаю совершенно такими, ну, невыполнимыми требованиями. Один говорит, я пройду иудаизм, приму иудаизм, только если я стану первосвященником. Второй говорит, а я, научи меня всей Торе, пока я стою на одной наде. А третий сказал, что он не принимает, что он письменную Тору принимает, а Устану не принимает. И вот эти два великих были мудреца, главы того поколения. Шамай, он, значит, так разневался, что он был архитектор, у него были раньше архитекторы, ходили с этими деревянными метрами, да, что они этими меряли, этими метрами все ходили, меряли, тут так можно, тут так. И он, значит, Шамай, их хотел этим метром, значит, так он разневался побить. А Елель, второй мудрец такой, того поколения, да, они были два главы поколения, он, значит, в Талмуде рассказывается история, как он их внимательно выслушал, как он совершенно спокойно сказал, что Адамон, по-моему, сказал хорошо, который первосвященник, насколько я помню. Он говорит, я хочу стать первосвященником в храме. Он говорит, хорошо, значит, пожалуйста, давай будем изучать сейчас. И тот начал учить Тору, потом он разобрался в Торе, что кто-то те коины священники, кто-то те левиты, как устроен храм, что чужой, который заходит в храм, не коин, он погибнет. И Елель ему говорит, ну, ты, конечно, можешь дальше пытаться стать первосвященником, но он говорит, не, я уже не хочу. Значит, второй, которого на одной наде, он ему сказал, хорошо, я тебя научу всей Торе, пока ты стоишь на одной наде. Он ему сказал так, все, что ненавистно тебе, не делай своему ближнему. Все остальное, он говорит, объяснение этого главного правила в Торе. Так он ему объяснил. И тот понял всю Тору, пока он стоял на одной наде, а все остальное это объяснение главного правила. Все, что тебе ненавистно, не делай другому. Третий, который сказал Елелю, что я принимаю устную Тору, письменную Тору я принимаю, то, что написано, а устную Тору, то, что объяснение мудрецов, я не принимаю. Елелю ему говорит, отлично, начинаем учиться. Все. Говорит, вот это буква Алиф, вот это Бет, это Диммл, это Далет, это Эй. Ну, начал ему объяснять алфавит, на котором написано Тора. Тот, записал, запомнил, выучил, приходит на следующий день. Елелю ему говорит, вот это вот, которая Алиф, это буква не Алиф, это буква Та, это Мэм, вместо Бет. Тот ему говорит, секундочку, ты же мне вчера объяснял по-другому. Он ему говорит, так ты же хочешь только письменно учить, а объяснение ты не принимаешь. Так говорит, значит, а как можно учить без объяснений? То есть, в любом случае, даже письменная Тора, она вся основана на объяснениях, ты не можешь не принимать объяснений. И тот понял, что без объяснения Тора учить нельзя, и, значит, продолжал учить Тору. Но, тут в чем подчеркивается вещь? То есть, Шамай был абсолютно прав по сути. То есть, эти требования были абсолютно невыполнимы против Торы. И он разгневался. То есть, и по Торе нужно, наоборот, тот, кто хочет принять иудаизм, нужно его, как сказать, отталкивать, сказать, что не надо, зачем тебе это надо, можно верить в Бога и так, верить в единого Бога, абсолютно это, не надо для этого быть евреем. То есть, все, евреи, это большая обязанность, это столько заповедей, надо будет соблюдать, это тяжело. Не надо, не бери на себя лишнее. Но, значит, Елель, из-за того, что он был спокойный, есть еще один рассказ про него, очень интересный в Торе, когда Елель, ну, потом, ладно, его расскажу завтра, мы все равно гнев будем изучать еще дальше, потом я расскажу еще один рассказ позже. Поэтому, дорогие друзья, всем шавуатов, хорошей, доброй недели, спокойной, недели благодарности, принятия любви ко Всевышнему, любви к людям, не вообще, чтобы гнева вообще не было. Все, что человеку нужно, он может получить намного более быстро, без гнева, а с рациональным, спокойным, любящим, расслабленным подходом, без гнева. То есть, совершенно спокойно, без гнева, намного больше у человека возможностей. Все, и будет больше здоровья, будет лучше отношения, будет любовь людей, благодарность и расслабленность. Все. И Всевышний даст нам заслуга этого. Шалом, шалом внутри, шалом с людьми, шалом в мире, и вернутся все, швоим все наши плены вернутся, и закончатся все войны. Хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok